Дмитрий Петрушенко боец опытный. Робототехнике уже три года. Начинал в номинации следование по черной линии, теперь перешел в более тяжелый вид сумо. За сутки собрал своего спортсмена. Говорит, что в роботе нет ничего необычного, все просто. Может в этом и кроется секрет успеха. Просто драйвер, клад и два мотора. Вместо моторов мы используем сервопривода, переделанные под то, что вращались в 360 градусов. Робототехника это интересно, плюс это двигатель прогресса. В будущем многое будет зависеть как раз от роботов, от программы, от всего сконструированного. Таких сумоистов сегодня пару десятков. Правила не отличаются от человеческих схваток. Главное вытолкнуть соперника за пределы площадки. Все роботы, безусловно, разные и по-своему уникальные. Например, вот этот сумоист весит всего 262 грамма. В него вмонтирована нано-плата, размер 10 на 10 миллиметров. И что самое главное, он полностью автоматизирован. То есть во время схватки самостоятельно принимает решения без участия человека. Соревнования проходят в рамках пятого этапа Кубка по образовательной робототехнике. В Бавруйск съехались почти 200 юных инженеров. Минск, все областные центры, плюс Мядель, Пинск. Такова география турнира. Программа состоит из семи категорий. Это футбол, полеты дронов, гонки, исследования по черной линии. Мы также устроили целую программу мастер-классов. То есть на целый день расписываем мастер-классы по современным новинкам в робототехнике. То есть очень большое число учителей приехало для того, чтобы послушать и ознакомиться с новинками. То есть мы даем пощупать, рассказываем наше видение, как могло бы это развиваться. Этап Кубка – это республиканский уровень. Турнир самый престижный в стране. Бавруйск – единственный необластной город, который принимает подобные соревнования. Кубок по образовательной робототехнике в целом – это прекрасная возможность для учащихся, для самореализации учащихся. И для того, чтобы их хобби превратилось в активность республиканского и даже международного уровня. Пятый этап Кубка завершен. Каждый участник, кроме дипломов и наград, заберет с собой самое главное – знания и навыки. Организаторы пообещали, что обязательно вернутся в Бавруйск. Еще не раз. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бавруйск, 360.